Четырех отдых много? Три давай. Я сейчас порядка играла. Три. Кость, с победой. Как тебе вчерашний матч? Расскажи. Очень тяжелый матч получился. Много сил потратили. Поле такое не совсем хорошего качества было. И думаю, подустали. А так рады, что победили. Идем дальше. После первого тайма была мысль, что очень тяжелой Урал может все-таки выиграть, потому что у них преимущество было? Ну, конечно, такие мысли были, но тренер внес свои корректировки. И я думаю, мы на второй тайм вышли совсем с другим настроем. И дожали, забили гол и выиграли. Когда забили гол сначала, не засчитали первый гол? Какие были эмоции? Да, конечно, обидно, но я так повыл там офсайд. Не знаю, я даже не пересматривал этот момент. Но хорошо, что потом забили. Как у тебя настроение? С какими мыслями в сборную приехал? Ну, настроение отличное. Посмотрите, какая погода. Встречает нас в Новогорске. Сегодня уже приступаем к тренировкам, так что настроение только позитивное. Шел ты с Димой Барином обсудили в вчерашний матч его? Да, да, я его поздравил. Говорю, молодцы. Проигрывали 2-0 и выиграли 3-2. Это только за счет характера, я думаю, молодцы. И только поздравляю. Что можешь сказать о сборной Ирана? Знаешь что-то про нее? Вообще ничего пока не знаю. Будут теории. Валерий Георгиевич расскажет нам о ней. О этой команде и будем готовиться. Было очень приятно, что заметили, отметили. Понял, что надо продолжать в том же духе, где-то прибавлять даже. И поэтому было очень приятно. От кого узнал, что ты в окончательном списке? Виталий Товальевич Кафанов мне позвонил еще перед Спартаком. Поздравил, сказал, что вызывает уже в основную сборную. Я бы обрадовался, конечно, но особого времени не было, потому что у нас была игра на следующий день. Поэтому уже, так сказать, все рады. У меня произошло уже, я думаю, после игры сейчас с Динамо уже, чтобы приехал сюда и хочется побыстрее приступить к тренировкам. С ребятами, партнером по команде обсуждали или с тренером? Особо на самом деле не обсуждали, а ребята поздравили и все в принципе. У нас игры там быстро, очень все происходит, через 2 на 3, поэтому особо времени пообщаться, поздравить. Такого нет, все готовятся сразу к играм, поэтому особо такого не было, что хоть радовался и так далее. Ты здесь единственный представитель Урала, с кем-то из ребят знаком из других команд, хорошо? Конечно, знаком из ЦСКА у нас, Ваня Абликов, мы знакомы с Сашей Головуниным, мы играли еще когда он был в ЦСКА, поэтому знакомы, конечно.